Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство ореховых масс пролине и марципановых. В том числе немного затронем тему формования ореховых конфет через шестерённые формующие устройства и шнековые формующие устройства. Ореховые массы могут быть получены из обжаренных и сырых ядер орехов. Массы получаемые из обжаренных ядер называются массами пролине, а из сырых марципановыми. Конфетная масса пролине – тонко измельчённый полуфабрикат, полученный смешением сахарной пудры с тёртыми обжаренными ядрами орехов и твёрдым жиром, какао-маслом, кокосовым маслом, гидрожиром. Разнообразие вкуса конфет достигается введением в массу пролине различных добавок, шоколада, фруктовых заготовок и прочее, а также ароматических веществ. По способу производства, по возможности использовать аналогичное оборудование и по ряду свойств, ореховые конфетные массы сходны с шоколадными. Поэтому я рекомендую вам ознакомиться с двумя другими видео, посвящёнными производству обыкновенных шоколадных масс и десертных шоколадных масс. Особенно вас может заинтересовать видео с обыкновенными шоколадными массами, потому что там подробно рассмотрены, как компонуются рецептуры в этих шоколадных массах, графики, формулы и т.д. Масса пролине содержит не менее 30% жира, влаги в них на 1-1,5% больше, чем в шоколадных массах. Дисперсность при надлежащей обработке шоколада на пятиволковых мельницах мало отличается от дисперсности шоколада. Используемые для производства ореховых конфет ядра миндаля, арахиса, кешью, фундука высококалорийны. Содержат в своём составе ценные минеральные вещества, витамины, белки, жир, углеводы, тем самым обусловливая высокую пищевую ценность ореховых конфет. Средний химический состав ядер различных орехов, применяемых при производстве ореховых конфет представлен в таблице на слайде. Помимо приведенных в таблице составных частей ореха, в них содержатся крахмал, сахара, в том числе сахароза, редуцирующий сахара, рафиноза, стахиоза, пентозаны и другие углеводы. Состав углеводов колеблется в значительных пределах, в зависимости от сортовых особенностей, условий выращивания и тому подобное. Так, например, щербаковым в составе углеводов арахиса найдено сахарозы от 1,5 до 7%, редуцирующих сахаров 0,6-0,3%, крахмала от 9 до 6,7% и следы стахиозы. В углеводах орехов кишью значительно больше редуцирующих сахаров, 0,55-8,1%, сахарозы 1,3-5,7%, намного больше крахмала. В некоторых образцах исследованных орехов кишью обнаружено до 20% на сухое вещество при влажности образцов 3,5%. В сладком миндале, по данным Рапопорта, углеводов содержится 14,4%, из них на долю сахарозы приходится около 3,5%, и редуцирующих сахаров 0,09%, причем отмечаются и внутрисортовые колебания. По исследованиям Грюнера с сотрудниками, в минеральных веществах орехов имеются кальций, фосфор, железо, другие элементы. Общее количество минеральных веществ колеблется от 1,5 до 4% в зависимости от видов орехов. Как видно из таблицы, большая часть состава приходится на жиры и азотистые вещества – белки. Белки ядер орехов представлены главным образом глобулинами, которые, как известно, относятся к группе простых белков. Глобулины в чистой воде не растворяются, растворимы в 5-15% растворах нейтральных солей, свертываются при нагревании. К этой группе белков относятся авандин из миндаля, эксцельсин из американских орехов, арахин из арахиса, анакардин из ядра ореха кешью и прочее. Структурными элементами молекулы белка являются аминокислоты, набором и количественным соотношением которых определяется биологическая полноценность белков. С этой точки зрения белки масличных растений почти не уступают белкам животного происхождения, в которых содержатся все незаменимые аминокислоты в необходимых соотношениях. В качестве примера можно привести аминокислоты состав глобулина арахиса . Он построен из 18 аминокислот, среди которых найдены лизин, метионин, трептофан – так называемые критические аминокислоты, по наличию которых часто судят о полноценности белка. Голланд, а позднее Альтшуль также выделили из белков ядра миндаля значительное количество аминокислот, в том числе лизин и трептофан. Жирнокислоты состав масел миндаля и других орехов качественно примерно одинаков с составом какао-масла. В этих маслах содержатся полиметиновые, стеариновые, олеиновые, линолевые, линоленовые кислоты, однако по содержанию кислот масла резко отличаются. Полиметиновые кислоты в какао-масле 24,4%, в масле миндаля 7,3%, а в масле фундука 5,4%. Стеариновые кислоты в какао-масле 35%, в масле миндаля 1%, в фундука 2%. Масла миндаля, фундука, арахиса и кишью более чем на 80% состоят из ненасыщенных жирных кислот. Триглицериды состав какао-масла и ореховых масел также различен. В какао-масле преобладают денасыщенные, мононенасыщенные триглицериды. Большую часть ореховых масел составляют три ненасыщенные триглицериды. Этим объясняется жидкое состояние ореховых масел в обычных условиях. Значительная ненасыщенность ореховых масел обуславливает прогоркание, что неблагоприятно отражается на вкусе изделий из ореховых конфетных масс. Прогоркание может быть вызвано окислительными процессами, которые протекают при контакте жиров с кислородом воздуха. Некоторые факторы могут ускорить процесс окисления, например высокая температура или ультрафиолетовые лучи. Правильная организация хранения ореховых изделий может замедлить окисление жиров, а следовательно и прогоркание. Пониженная температура на складах, хранение без доступа света и воздуха, применение окрашенных упаковочных материалов и тары могут быть рекомендованы в качестве мер борьбы с окислительными процессами масел в конфетах на ореховой основе. Можно предотвратить или затормозить окисление масла добавлением в массу пролине антиокислителей естественных или синтетических. К наиболее активно действующим естественным антиокислителем является жирорастворимый витамин Е. Он представляет собой смесь спиртов сложного состава, которые называют токоферолами. Из известных восьми изомеров токоферола наибольшей антиокислительной способностью обладают гамма и дельта токоферолы. Витамин Е в сравнительно значительных количествах находится в фосфатидных концентратах, в бабах сои, зародышах кукурузы и в жирах злаков. Поэтому рекомендуют добавление в массу пролине тонко измельченной соевой или овсяной муки, муки из зародышей кукурузы и прочего. Синтетические антиокислители, например, нордигидроговая ретовая кислота, также замедляют прогоркание масел, оказывая заметное антиокислительное действие на масло орехов, даже при введении их в очень малых количествах – сотой доли процента. Наиболее стойкими при хранении оказываются изделия с миндалем, которые можно использовать как в сыром, так и в обжаренном виде. Другие виды орехов менее стойки, например, арахис – конфетное изделие из арахиса. Кроме того, сырой арахис в изделиях сохраняет присущий ему бобовый привкус, исчезающий лишь после обжарки. Этот неприятный привкус можно в значительной степени смягчить, обрабатывая арахис паром или раствором соли с последующей коротковременной обжаркой. Согласно литературным данным, в летучих веществах сырого масла арахиса выделены углеводороды гипоген C15H30 и арахиден C19H38, обуславливающие его специфический запах и вкус. Садовый сорт лещинного ореха фундук, который в производстве часто называют испанским ядром, широко распространён в кондитерском производстве. Для приготовления конфетных масс его применяют также преимущественно в обжаренном и растёртом виде. Дроблённые и целые обжаренные ядра арахиса и фундука добавляют в некоторые сорта конфет – белочка и другие. Ядра абрикосовых косточек сладкие и орехи кишью по вкусу близки к миндалю. В производстве ореховых конфет их используют, как и другие ядра орехов, подвергая обжарке и измельчению. На кондитерские фабрики орехи поступают очищенными от скорлупы. Здесь их подвергают контрольной очистке на сортировочных машинах с сетами, соответствующими размеру орехов. После очистки орехи направляют на обжарку, используя для этой цели периодически действующие обжарочные аппараты или сушилки. Обжарку ведут при сравнительно высокой температуре 130-170 градусов Цельсия, до содержания сухих веществ не менее 97,5%. В процессе обжарки наряду с удалением влаги происходят сложные химические превращения составных частей орехов, следствием которых является образование характерного вкуса и аромата. Претерпевают изменения белки, наблюдается некоторое разложение их с образованием следов сероводорода. Окраска орехов при обжарке становится более темной, что можно объяснить меланоидинообразованием, поскольку в составе орехов имеются восстанавливающие сахара и аминокислоты. С реакцией меланоидинообразования связывают и образование аромата многих продуктов – хлеба, печенья, вина и других. Сахароаминная реакция обуславливает развитие специфического аромата. Так, например, при взаимодействии лейцина с глюкозой обнаруживается характерный шоколадный аромат – смесь из аспарагиновый и глютаминовый кислот с глюкозой при 100 градусах Цельсия обладала запахом миндаля. Рыбакова изучала изменения химических показателей ореховых масс в процессе термической обработки орехов. Наблюдались изменения некоторых констант ореховых масел. Изменение кислотного числа не одинаково для различных орехов. Оно значительно увеличивается в маслах арахиса и кишью и очень мало в масле миндаля. Следовательно, масло последнего более стойко к действию температуры, чем масло кишью и арахиса. Возрастание кислотного числа при высокой температуре происходит в результате разложения жира с образованием свободных жирных кислот. Разложение жира под влиянием термической обработки подтверждается уменьшением числа омыления. Уменьшение числа омыления происходит вследствие удаления летучих кислот, как образовавшихся при разложении жира, так и имевшихся до обжарки. Этим можно объяснить потерю сухих веществ, которые хотя и в небольших размерах , но происходят при обжарке орехов. Для некоторых сортов ореховых конфет орехи подвергают дополнительному обжариванию на открытом огне в смеси с сахаром до его расплавления и превращения в карамельную массу. Смесь орехов с карамелью измельчают, предварительно охладив. Конфеты, изготовленные из ядер обжаренных с сахаром, обладают своеобразным приятным ароматом и вкусом. Если такая обработка не предусмотрена, то орехи после обжарки измельчают на трех волковых мельницах до полужидкого состояния и смешивают с другими положенными по рецептуре ингредиентами, главными из которых являются измельченный до пудры сахар и жир. В результате смешивание получают однородную, но недостаточно измельченную массу, которую обработкой на пяти волковой мельницы доводят до тонкого измельчения, получение более 80% частиц размером менее 30 микрометров. При вальцевании происходит значительное увеличение общей поверхности частиц. Масса становится сухой, поэтому ее разводят какао-маслом или иным твердым жиром. Добавление твердого жира в массу пролине обусловлено необходимостью придать массе достаточную прочность, при которой не нарушается форма конфет при дальнейшей обработке. Таким образом, полученная масса пролине содержит смесь жиров, состоящую из жидкого орехового масла и твердого жира. По структуре пролине представляет собой дисперсную систему, в которой дисперсной фазой являются кристаллики сахара и частицы твердых орехов. А дисперсионной средой смесь из жиров орехов и жиров, добавленных по рецептуре. Ореховая масса обладает и пластично-вязкими свойствами, для нее характерно наличие внутренней структуры, проявляющейся в аномалии вязкости, тексотропном упрочнении после прекращения механического разрушения. Структурно-механические свойства пролине в большей мере зависят от того, что твердые растительные жиры, например, какао-масло, при смешивании с другим жиром, имеющим другой состав или строение глицеридов, образуют в смеси у которых температура плавления и застывания, а также твердость, значительно ниже, чем у исходного твердого жира. Исследования Гейко и Дарменко показали, что в смеси этих масел позиционно-типовой состав 3 глицеридов изменяется. Содержание 3 насыщенных и динасыщенных мононенасыщенных глицеридов снижается, а содержание 3 ненасыщенных и диненасыщенных мононасыщенных повышается. Это обстоятельство в значительной степени определяет снижение температуры плавления смеси твердого и жидкого жира какао-масла с маслом миндаля, с маслом фундука и другими ореховыми маслами. По данным исследований, проведенных зубовой сотрудниками, в смеси какао-масла с ореховым, доля которого составляла 20-40%, температура застывания понижается незначительно. Если же масса орехов в смеси 60 и 80% от массы какао-масла, температура застывания достигает 12%. В смеси масел составлены из 2 третей орехового масла и 1 трети сливочного, температура застывания снижается с 12,3 до 6,8 градусов Цельсия. Температура плавления этой смеси 18,2 градуса Цельсия. В целях экономии какао-масла можно его расход уменьшить на 5%, увеличив соответственно количество сливочного масла. При этом качество конфет не ухудшается, и трудностей в процессе производства не возникает. Помимо какао-масла в кондитерском производстве и в частности при производстве ореховых масс, применяют и другие твердые жиры. Гидрогенизацией, то есть насыщением ненасыщенных жирных кислот молекулярным водородом в присутствии катализатора хлопкового арахисового масла и их смеси из равных количеств получают твердый жир, который называют кондитерским. Жир достаточно тверд, его температура плавления 37 градусов Цельсия. Кондитерский жир используют в основном в конфетных массах, в частности в ореховых. Путем фракционирования гидрированного пальмоядерного масла из расплава получают твердый жир. Он плавится при 34,5 градусов Цельсия, застывает при 30,1 градуса Цельсия. Разработана технология нового сорта изделий с использованием этого жира в смеси с какао-порошком. Изделия используют в виде плиток, как и шоколад. При разработке нового сорта была учтена несовместимость какао-масла с другими жирами, которые по жирно-кислотному составу и структуре глицеридов отличаются от него. В составе твердого жира больше всего лауриновой кислоты, 45% и более, примерно по 20% меристиновой и стеариновых кислот, не более 10% пальмитиновой кислоты и в незначительных количествах каприловая и каприновая кислоты. Очевидно резкое различие жирно-кислотных составов твердого жира и какао-масла, а следовательно и структуры триглицеридов. Триглицериды какао-масла и твердого жира не образуют при смешивании твердых растворов и, как показали исследования Никонова, затвердевают и плавятся раздельно. Образующиеся эфтектические смеси имеют низкую температуру плавления. При одних и тех же температурах содержание твердой фазы в смеси меньше, чем в какао-масле. Соотношение твердого и жидкого жиров в смесях определяют структурно-механические свойства массы, вязкость, напряжение сдвига, пластичность и т.п. Большое значение в формировании этих свойств имеет также влажность, температура и общее содержание жира в массе. Вязкость масс пролине, одинаковые влажности и жирности, приготовленных из различных орехов, почти одинаковая. Следовательно, привести вязкость к оптимальному значению при указанных условиях можно путем изменения температуры. Жир и влага оказывают противоположное влияние на вязкость. Если увеличить содержание жира в ореховой массе, вязкость значительно уменьшится. Так, например, при содержании жира 29 процентов вязкость массы равна 60 паскальсекунда. Если жира в массе 31 процент, вязкость снижается до 40 паскальсекунда. Плотность массы пролине обычно не превышает 1300 кг на кубометр. Увеличение содержания влаги от 0,6 до 1,4 процента повышает вязкость примерно в 2-3 раза. Это объясняется адсорбцией воды на поверхности твердых частиц, препятствующей смачиванию жира. Увеличение содержания влаги от 0,6 до 1,4 процента повышает вязкость примерно в 2-3 раза. Это объясняется адсорбцией воды на поверхности твердых частиц, препятствующей смачиванию жира. Поэтому происходит увеличение внутреннего трения вязкости. Для создания оптимального режима работы и обеспечения высокого качества изделий необходимо поддерживать постоянную влажность массы, которая несколько различна для разных сортов конфет, но в общем не должна превышать 3 процента. Выше указывалась последовательность операции при приготовлении ореховой конфетной массы. Одним из них, предопределяющей качество ореховых конфет, является смешивание измельченной сухой массы с твердым растительным жиром. Отминка. При отминке оптимальные реологические характеристики массы достигаются энергичным перемешиванием, при котором создается полная однородность, гомогенность массы, благодаря равномерному распределению жидкой фазы между твердыми частицами. Для этого температура перемешивания должна быть на несколько градусов выше температуры плавления смеси жиров. Чем однороднее состав массы, тем больше в ней возникает центров кристаллизации при ее охлаждении, что, как известно, является необходимым условием для получения мелкокристаллической структуры. Она придает изделиям тонкий, нежный вкус. Возникновение центров кристаллизации в максимальном количестве зависит от скорости охлаждения. Для создания во всей массе центров кристаллизации какао-масла в устойчивой бета-форме джугисом предложено перемешанную при отминке массу пролине направлять на охлаждение в тонком слое до трехволковую мельницу, поддерживая при этом температуру на 2-3 градуса выше температуры застывания смеси жиров, входящих в состав массы. Для этого волки-мельницы охлаждаются рассолом с температурой минус 8 градусов Цельсия. Приведенные режимы отминки массы и ее охлаждения учтены в способе обработки масс пролине. По этому способу, измельченная смесь сырья направляется в вибросмеситель, где смешивается с твердым жиром. Наряду с перемешиванием с помощью фасонных лопаток, укрепленных на двух валах, вращающихся с частотой 42 секунды в минус 1, масса подвергается вибрации с частотой колебаний около 2,3 Гц при 40 градусах Цельсия. Обработка в вибросмесителе в течение 50 секунд приводит к получению массы пролине, однородной по составу. Структура массы разрушается, о чем свидетельствует минимальная, не изменяющаяся во времени вязкость, величина которой не превышает 40-60 паскаль в секунду. По следующим пропускам тонкого слоя массы через трехволковую мельницу с охлажденными рассолом волками температура массы снижается до 12-24 градусов Цельсия. Вязкость и предельное напряжение сдвига охлажденной массы равны соответственно 150-200 паскаль в секунду и 15 кПс. При охлаждении массы пролине происходит частичная кристаллизация жира, поэтому при формовании массы процесс структура образования конфет сокращается. Разновидностью пролине являются заварные массы. Для их получения в ореховую начинку вливают горячий сахарный сироп, в связи с чем доля сухих веществ уменьшается до 90-92%, а содержание жира до 20-25%. К ореховым массам относятся и марципановые массы. Их изготавливают из смеси растертых сырых орехов с сахарной пудрой или горячим сахаропаточным сиропом. Марципановая масса очень пластична, легко деформируется. Из нее чаще всего формуют изделия в виде фруктов, овощей и различных фигурок, раскрашивая их поверхность. Получают красивые декоративные изделия. Содержание сухих веществ в марципановой массе 87%, жира 9-13%, плотность массы 1400 кг на кубометр. Формовать конфеты из ореховых масс можно размазкой, прокаткой, прессованием и отсадкой. Выбор способов формования требует учета градиента скорости формующих механизмов, а также вязкости, которую можно изменять путем регулирования влажности, жирности массы и температуры. При простоянстве рецептуры и содержании сухих веществ в массе, ее вязкость зависит от температуры и градиента скоростей. На графике приведены кривые зависимости вязкости от температуры и градиента скорости, согласно которым максимальной температурой формования может быть 31 градус Цельсия. Поскольку скоростные режимы в условиях производства постоянны, необходимо созданием в массе оптимальной вязкости регулировать процесс формования и получения изделия надлежащего качества. Этого можно достичь темперирования массы перед формованием. Для получения высококачественных конфет эта масса должна быть однородной, тонко измельченной и пластичной. На отечественных кондитерских фабриках ореховые конфеты формуют выпрессовыванием на 22-ручьевой машине ШВФ-22. Схема шестеренного формующего устройства представлена на экране. В обогреваемый бункер 1 загружается подготовленная к формованию конфетная масса. Бункер укреплен над питателем 2, в котором расположены рифленые волки 3. Вращаясь в противоположном направлении, волки затягивают из бункера конфетную массу в нагнетатель 4, где размещены формующие шестерни 5. Под нагнетателем находится предматричная камера 6 и матрица 7 с формующими каналами. В нижней части нагнетателя установлены перегородки 8, делящие предматричную камеру на отдельные секции. Количество образующихся секций соответствует числу отверстий матрицы, что позволяет устранить неравномерность скоростей при выпрессовывании жгутов по фронту матрицы. Предматричная камера представляет собой полость, сужающуюся к выходу. На ее конце помещена съемная матрица, имеющая 22 ряда формующих отверстий. Из формующего пресса масса выходит в виде бесконечных лент или жгутов круглого или прямоугольного сечения, сохраняя свои вязкопластичные свойства, а следовательно и способность к деформированию, что может привести к искажению формы конфет при резке. Для придания жгутам большей прочности их подвергают охлаждению при температуре воздуха от 2 до 8 градусов Цельсия в специальных охлаждающих шкафах туннельного типа, где в течение нескольких минут температура жгутов снижается с 28 до 19 градусов Цельсия. Жир застывая кристаллизуется, что способствует затвердению конфет. После охлаждения жгуты разрезают на отдельные конфеты гильотинным ножом. Применяются и шнековые выпрессовывающие машины с одним или несколькими шнеками, вращающимися с постоянной скоростью. На этих машинах можно выпрессовывать один или несколько жгутов. Схема такого пресса представлена на экране. Масса загружается в бункер 4. Шнек 3 выдавливает массу в виде жгутов через матрицу 2 на ленту 1 транспортера, движущегося с постоянной скоростью. Жгуты охлаждаются и режутся, как и в предыдущем случае. Из ореховых конфетных масс можно получать конфеты и методом прокатки. Прокатка массы в пласт осуществляется как двумя, так и тремя волками. Волки 2 и 3 подают массу из бункера 1 на волок 5, который позволяет плавно перенести пласт на ленту транспортера без разрывов. Нож 4 очищает поверхность волка 3 от налипающей массы. После охлаждения пласт разрезают на отдельные изделия. Формование ореховых конфет методом отсадки производится при помощи отсадочных машин различных конструкций, применение которых позволяет получать конфеты куполообразной формы с гладкой или рифленой поверхностью. Формуемые массы, имея сравнительно высокую вязкость, отсаживаются непосредственно на ленту транспортера в виде готовых изделий. Отсадка производится циклическим выпрессовыванием изделий, достигаемым периодическим вращением шнека или поворотом выпрессовывающих волков на некоторый угол. Имеются машины, в которых волки при вращении сближаются. Поверхность или лоток, на который отсаживаются изделия, кроме горизонтального, имеет и вертикальное перемещение, что позволяет изготавливать конфеты куполообразной формы. На экране представлена схема отсадочной машины со шнековым нагнетателем. Периодически поворачивающийся шнек 1 выдавливает массу через матрицу 2 с фасонными насадками 3. Готовые изделия перемещаются транспортером 4. В этом видео мы рассмотрели изготовление ореховых конфет. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, в нем все уведомления и уведомления будут приходить вам по мере выхода новых видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.